Особое мнение на 101FM Это экономическая сфера и общественная сфера Начнем мы, наверное, с экономики 28 мая в Госдуме В рамках Дней железных дорог России Состоялось расширенное совещание Где обсуждали законодательное обеспечение Реализации долгосрочной программы Развития РЖД на период до 2025 года И вы там были Да, вот такая сложная формулировка И вы там были Никому не понятны на самом деле Что там было? Почему это важно? Это важно Начнем с этого Это важно потому, что была возможность Донести наши вопросы и предложения Напрямую до руководства РЖД Наши вопросы и предложения Это вопросы и предложения Вятской торгово-промышленной палаты И кировского бизнеса, соответственно Да, вопросы, которые существуют у нас в регионе Вы знаете, что с точки зрения взаимоотношений С железными дорогами Вопросы возникают регулярные И достаточно сложные Значительная их часть касается лесной сферы И мы и в этой студии, насколько я помню Об этом говорили Но в данном случае мы говорили О сфере пищевой перерабатывающей промышленности Достаточно интересный кейс Я бы его так назвал Того, каким образом устроена система В нашем государстве И как на нее можно воздействовать Да, вот тут В последнее время Возобновились некоторые разговоры О том, что такое лоббирование Что такое общественное обеднение Там идут какие-то обсуждения Вот я на этом кейсе бы, наверное, так коротко Хотел нашим слушателям пояснить В 2003 году еще был принят приказ РЖД Согласно которого регулируется перевозка Скоропортящихся, так называемых, продуктов В северные регионы Ну, для нас, в первую очередь, северные Ну, то есть, когда наши предприятия Поставляют туда продукты молочные По переработке различных кондитерских И же с ними разного рода А северные регионы этому что имеют в виду? Для нас, в первую очередь, это Коми Это Ханты-Мансийский, Малоненецкий, Окрк-Архангельск Вот туда Все, что северное И все, что для нас представляет, ну, так скажем Стратегический рынок сбыта Так вот, согласно этого приказа 2003 года Целый ряд продукции Целых видов продукции Было запрещено перевозить В весеннее, летнее, осеннее время Обычными вагонами И требовалось только Использование из-за термических вагонов Рефрижераторов, по сути дела Такие вагоны дороже В использовании Таких вагонов меньше И их сложно получить под загрузку Но ситуация вот с 2003 года Обстояла именно так Надо сказать, что за это время Произошли достаточно серьезные изменения В технологии производства продуктов питания И целый ряд видов продукции Можно хранить уже при комнатной температуре С достаточно длинными сроками годности И ее потребительские качества При этом не теряются Соответственно А перевозить все еще требуют В вагонах и рефрижераторах А перевозить ее все еще необходимо было По требованиям РЖД В вагонах и рефрижераторах И некоторое время назад Ряд предприятий, членов торгово-промышленной палаты Которые занимаются оптовыми поставками продукции Начали поднимать этот вопрос По их оценкам Ну, чтобы мы понимали, о чем идет речь По их оценкам Объем, который в случае принятия новых правил Мог бы дополнительно продукции Объем отправляться на северные территории Так скажем Может составлять до миллиарда рублей Оборот, да? Объем продукции поставляем Достаточно серьезные цифры О которых идет речь Соответственно, загружается наше производство Соответственно, там загружается та же самая РЖД Этими перевозками И вот... Вроде все выигрыши должны быть Да, но сама система Принятия вот этих решений Она настолько долгая Что мы практически с прошлого лета Наверное, там занимались этим вопросом Мы выработали эти предложения Здесь у нас Мы видели новый проект приказа Который прошлым летом был разработан На ста с лишних, по-моему, страницах И запутывал ситуацию еще больше Мы вышли на одного из наших представителей В Совете Федерации Тимченко И через него попытались Вернее, инициировали проведение Парламентских слушаний В Совете Федерации по этому поводу На которых министр транспорта В ноябре прошлого года Четко ответил, что да Я дам прямое указание Проконтролируя, чтобы этот приказ был принят И как? Ну, вот вы прочитали Что 28 мая Состоялись слушания уже в Госдуме До того момента Никаких решений не состоялось И поэтому мы использовали Эту возможность Я был приглашен на эти слушания Как член Общественной палаты России Но здесь мы Ну, скажем так Интересы региона в первую очередь Решили представить И вот это, может быть, есть В некотором смысле лоббирования Я этот вопрос озвучил Непосредственно президенту РЖД На что Ну, уж так совпало И как оказалось Именно в этот день Они проект приказа Внесли в Минюст на регистрацию То есть спустя практически полгода После указания министра Это произошло Но вот сейчас мы ждем Проект этого приказа на выходе И очень надеемся на то Что его содержание Позволит нашим И производителям И поставщикам продукции Запустить этот дополнительный Достаточно серьезный поток На, там, в северном направлении Вот это один из кейсов Того, как мы с прошлого лета Во-первых, вопрос проработали Во-вторых, выработали решение И через разные Ходы Механизмы, ходы Мы эту ситуацию доносили До руководства РЖД и Минтранса Ну, второй пример Который там же присутствовал Мы с точки зрения Опять же, условий для бизнеса Инвест привлекательности И всего остального До сих пор в уставе РЖД Которые носят статус федерального закона Записаны непропорциональные Штрафные санкции Если, например, перевозчик Вернее, грузоотправитель Ну, условно, в качестве примера Отправляя вагон кондитерских изделий Вместо двух коробок Шоколадных конфет Положит две коробки Там с другим содержанием С печеньем Ну, с печеньем, да И в результате чего Общая стоимость товара Например, подешевеет Ну, тысяч на десять примерно Да, то и меньше Значит, по уставу РЖД Если обнаруживается несоответствие В содержимом вагона И в декларации В накладной РЖД имеет право Оштрафовать грузоотправителя В пятикратном размере От общей стоимости перевозки На всю расстояние А зачем это? Это штраф может Ну, это какие-то безумные деньги Мне кажется Этот штраф может составлять До миллиона рублей По нашему цену То есть за нарушение Которое, собственно говоря Там в размере Пяти, там, шести тысяч рублей Причем ни на что не повлияло Вы можете получить штраф В миллион рублей И, конечно, там РЖД этими мерами Периодически пользуется Пользуется или злоупотребляет? Злоупотребляет, пользуется Более того Это прямой, в общем Коррупциогенный фактор Когда кто-то из сотрудников РЖД принимает решение О том, на какую сумму Оштрафовать При этом надо сказать Что сама железная дорога В случае, если она, например Допускает Несвоевременную доставку Просрочку В пути задержку Она У нее штрафные санкции Определены В размере, по-моему Одного процента От Вернее Одного раза От Вот этой Вот этой продолжительности задержки То есть несопоставимо меньше Чем Штрафные санкции Которые мог Может понести Грузоотправитель На мой прямой вопрос О том, что Подобная практика И подобные формулировки Они не соответствуют Даже указаниям Конституционного суда Который говорит о том Что Наказание Должно Соответствовать Нарушению А в случае его Многократного превышения Оно приводит К демотивации По факту К тому, что Бизнес Скорее задумается Об отказе вообще От перевозки Имея риски Получения таких штрафов Президент РЖД Белозеров Согласился с тем Что драконовских штрафов Быть не должно И он это Прямо сказал Это прямая речь Цитата И сказал о том Что Опять же На площадке Федерального собрания Госдумы И Сафеда Они готовы Обсудить Тот законопроект Который нашим сенаторам Уже внесен Где Нашим сенаторам Это кем? Тимченко Тимченко Да Мы с ним в этом смысле Очень хорошо и плодоторно Взаимодействуем И в этом законопроекте Штрафные санкции Снижаются По-моему До двухкратного размера За вот эту Недополученную Так скажем РЖД Прибыль Что составляет Гораздо Гораздо Более Меньшие цифры Мы сейчас Продолжим эту работу Мы получили позицию Президента РЖД Что для нас было важно Потому что Пока ты разговариваешь С его чиновниками Они никаких решений Не принимают Здесь позиция была Объявлена достаточно Четко и конкретно Сейчас мы эту работу Продолжим Очень надеемся Что в течение 2019 года Эти изменения В устав РЖД Будут внесены И наши предприятия Значительно снизят риски Значительно Во-первых А во-вторых Вот эта вот Возможность давления Со стороны РЖД На грузоотправителя Также понизится Отношения станут Более человеческими Я бы сказала Взаимовыгодными Потому что Собственно говоря Озвучивая эти вопросы Я ссылался именно на то Что Все теряют Эти действия РЖД Приведут К повышению Их Объемов деятельности И за счет Поставок продуктов питания На северные территории И естественно За счет того Что Предприятия С меньшими Рисками Будут Соответственно С большей Мотивацией Отправлять Продукцию Железнодорожным транспортом А никак-то по-другому Не искать обходные Да Не секрет Что сейчас У РЖД Достаточно большие объемы Отбирают Автоперевозки Что в общем Негативно сказывается На всем На загрузке РЖД На загрузке дорог На загрузке дорог И на качестве дорог На безопасности движения На всем остальном То есть Ну тут действительно Взаимовыгодное такое решение Надеемся Что мы его доработаем Вот это пример И того Оба Как в общем Не очень такая Заметная публичная работа Мы в данном случае Вынесли ее Там на свой сайт Уже Так как понимаем Что вот он результат Да Мы не говорили об этом В процессе Так активно Но Это результат Который скажется По нашим оценкам На деятельности Достаточно Ну Определенного Круга хозяйствующих Субъектов Может быть Не такого большого Но с другой стороны С большими объемами И производимой продукции И Ну Обороты Их коммерческой деятельности Ну и все будут выигрыши Мы очень на это надеемся В том числе Кировская область Которая получит От наших производителей Может быть Дополнительные налоги Что-то хорошее Андрей Юсенко В нашей студии Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Мы сейчас сделаем перерыв На полминуты И вернемся уже С другими темами Особое мнение На 101FM Программа Особое мнение продолжается В нашей студии Андрей Юсенко Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты И член Общественной палаты России Общественной палаты Кировской области К общественным темам Мы перейдем чуть позже Но вот уж давайте Раз мы про железную дорогу Заговорили Есть еще одна Такая приятная Для всех жителей Наверное Кирова История История Прошлой недели Еще Но я бы хотела Чтобы вы все-таки Прокомментировали В 2021 году Наконец-то Начнут строить тоннель Под железнодорожным переездом В Нововятск Я так понимаю Что есть уже договоренности Между РЖД И правительством Кировской области И есть понимание того Зачем это надо Важно это Неважно Понимаем зачем это надо Людям Обычным жителям Нововятска Которые стоят в пробках Там Вот А для бизнеса Эта история Она тоже в чем-то Такая выигрышная Или нет Ну Я позволю себе Вначале пошутить Так Потому что хотелось бы Услышать новость В каком году Закончатся Ну да Вот Ну смотрите Вы в начале программы Разделили Там экономические темы И общественные темы Да Но на самом деле Это неправильно Мы понимаем Что в жизни Это все очень сильно Переплетено Потому что Те люди Которые Через переезд Едут на работу Они едут Собственно говоря Работать И это тоже Там часть бизнеса Бизнес так или иначе Там Организует Свою логистику И в этом смысле Там сокращение Сроков перевозки Или по крайней мере Приведение Там в порядок Этого переезда Тоже достаточно Серьезный вопрос То есть здесь Мне кажется Что Говоря о комфорте Граждан Там да И скорости Достижения Различных частей Нашего города Однозначно Положительный эффект Но он не оцифровывается Да Это эмоциональные вещи У бизнеса Возникает Достаточно Понятный Экономический эффект С точки зрения Сокращения Своих расходов Ну и Мне кажется Что Там столь Долгожданное Для города Событие Очень долгожданное Лет 30 Об этом говорят Насколько я помню Как только Транспортные потоки Выросли в городе Автомобильные Трафик пошел Так и говорят Ну конечно В любом случае Там это магистральное Направление И появление На нем возможности Бесперебойного движения А там Наверное Один из самых Загруженных Переездов В нашем городе Ну это Серьезный шаг Вперед С точки зрения Там Организации Грамотного И Удобного Транспортного Сообщения В городе Поэтому Такую новость Остается Только Да Такую новость Остается Только Приветствовать Но хочется Узнать Когда Закончится Строительство Сообщения Об этом Пока не было Но мы Эту тему Возьмем На карандаш И попробуем Все-таки Задать вопрос А какое Примерно Время Займет Строительство Вот этого Важного Инфраструктурного Объекта Тоннель Под переездом Строительство Примерно Примерно Да, поэтому здесь вопросы безопасности движения возникают. Насколько я понимаю, сейчас как раз президент РЖД упоминал, что в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о безопасности транспортной инфраструктуры. Ну и по их оценкам, для его исполнения РЖД потребуются очень значительные средства, очень значительные. Они говорили о том, что это слишком завышенные требования. Условно говоря, он назвал, что по их подсчетам для обеспечения транспортной безопасности в том виде, в котором зафиксировано в законопроекте, им потребуется нанять 700 тысяч охранников. При том, что на самом деле... До 2021 года, на самом деле, время-то летит быстро, и надо уже начинать тогда проектировать, согласовывать и все остальное, чтобы в 2021 именно начать строить. Ну да, Аня, а может быть, начало строительства это как раз начало работы над проектом? Мы пока не знаем этого, вот, к сожалению. Хорошо, к общественной теме, наверное, сейчас перейдем. При Общественной палате Кировской области создана Ассоциация общественных советов. Тоже новость прошлой недели. И история следующая. Я так понимаю, что было, ну, определенное там, я не знаю, как сказать, совещание или заседание, где разбирали деятельность общественных советов, существующих в Кировской области, их работу. Вот, и Наталья Шитько, председатель Общественной палаты Кировской области, привела следующие данные. Из 24 общественных советов, по которым Общественной палатой была проведена оценка в 2018 году, только 4 признаны эффективными. Оценка эффективности, да, деятельность. А зачем это все тогда? Зачем что? Зачем общественные советы? Нет, я понимаю, зачем создаются общественные советы, потому что инициативы сверху, что должны быть они везде, и должны, значит, вот и там, и здесь, и в разном качестве, и везде должны работать люди. А зачем вообще их создавать, если всего 4 из 24, и это 24, я напоминаю, это не те, которые всего работают, да, это те, которых оценивали. Ну, это 24 органа исполнительной власти регионального уровня, то есть, словно говоря, там, министерства областного правительства. Те, при которых советы должны быть обязательно. Да, они должны быть по законодательству, это определено в нашем региональном законе об общественном контроле, и именно в соответствии с этим же законом Общественная палата должна осуществлять оценку эффективности их деятельности, она должна формировать частично их состав. Ну, вот по этому закону мы эту оценку и провели, действительно признали деятельность 20 советов из 24 неэффективной. А можно вот сразу попросить, а по каким критериям оценивали эффективность и неэффективность? Это были достаточно понятные и четкие критерии, которые мы разработали как раз в прошлом году, до этого они были другими, и показатели советов были другие. И здесь критерии достаточно, ну, не просто там четкие, они все оцифрованные, и все они базируются на требованиях законодательства. То есть, на самом деле, на данный момент Общественный совет для того, чтобы быть признанным эффективным, должен просто выполнять требования того законодательства, которое на данный момент у нас действует. Например? Например, проведение заседания Общественных советов не реже одного раза в квартал. Так, раз в три месяца собираться. Четыре раза в год. Например, направление протоколов заседания Общественных советов в Общественную палату для размещения на сайте Общественной палаты. Направление отчета о деятельности за год Общественного совета в Общественную палату. формулировка рассмотренных вопросов. Это там, по-моему, семь всего критериев, по которым это оценивается. И по представленным общественными советами в первом квартале документам аппаратом палаты был просто проведен подсчет баллов, который привел к таким результатам. Конечно, ситуация, скажем так, вызвала много вопросов. Где-то общественные советы, как нам говорили, они собирались, но не было протокола. Где-то даже были протоколы, но их нам не направили. Но мы исходили, тут для нас была принципиальная позиция в этом году, так как мы разработали новые критерии, этих критериев придерживаться. И совет палаты, мы рассматривали этот вопрос, принял принципиальное решение о том, что послаблений или каких-то возможностей принести протоколы, добавить, не будет. Мы примем то решение, которое возникло по итогам подсчета общих цифр. Вопросов было много, поэтому мы решили, у нас было такое желание раньше, мы решили собрать руководителя общественных советов, представителей органов власти, при которых они созданы, членов общественных советов. Ну и, собственно говоря, рассказать им и о критериях оценки, и в принципе о деятельности общественных советов. Я при этом привел в пример практику федерального уровня, где, надо сказать, что общественные советы работают все-таки более, наверное, я бы так сказал сейчас, содержательно. В первую очередь благодаря своему составу, потому что на федеральном уровне в состав общественных советов, например, может входить Герман Греев, другие очень значимые фигуры, которые вполне спокойно себя чувствуют, когда в рамках работы совета им приходится либо критиковать орган власти, либо что-то ему рекомендовать. Мы на федеральном уровне уже имеем прецеденты, когда общественные советы признавались неэффективными и расформировались. Так произошло с общественным советом прирос авиации после авиакатастрофы АМ-148. Мы имеем случаи, когда общественная палата поднимала вопрос на уровне президента деятельности общественных советов, не соответствующей требованиям к ним. И надо сказать, что на федеральном уровне ситуация где-то за последние два года серьезно изменилась. У нас сейчас от Кировской области три человека работают в федеральных общественных советах. Напомню, это Сичихин Костя в Росавтодоре, Хайрулин Фатмударисович в Минсельхозе, и я вхожу в состав общественного совета при Минпромторге. И, видя, как работают общественные советы на федеральном уровне, нам действительно хочется эту практику распространить на региональной. Перенести сюда. Донести ее, да, роль общественных советов. А роль достаточно четко формулируется. Первое, это обеспечение обратной связи от общества к органу власти о его действиях и принимаемых решениях. А второе, это оценка деятельности органа власти. То есть такой двухсторонний процесс. С одной стороны, орган власти имеет возможность получать информацию сконцентрированную. С другой стороны, общественный совет дает оценку его действиям. И здесь, ну, надо совершенно искренне сказать, те руководители органов власти, которые понимают вот эту роль или цель деятельности общественных советов, они вполне эффективно с ними и содержательно взаимодействуют. Вот этих понимающих, их четыре человека или их больше? Нет, их больше, конечно. Здесь еще раз повторюсь, так как критерии были введены в прошлом году, ряд общественных советов, ну, на мой взгляд, просто... Провороннили. Недостаточное внимание уделили тому, что надо исполнить в соответствии с законодательством. Мы знаем целый ряд общественных советов, работающих там содержательно и эффективно, но наша принципиальная позиция состоит в том, что те, которые работают эффективно, все равно должны соблюдать законодательство и выполнять его требования. Те, которые работают неэффективно, там были оценки близкие к нулевым, два балла, три балла, а для признательного неэффективным общественного совета должно было быть набрано 18 баллов. По остальным мы очень надеемся, что со временем, соответствующим, количественным показателям перейдет в качественные, потому что качественные критерии у нас тоже разработаны, по ним мы оценку тоже проводим, и губернатору, председателю правительства направляем итоговую оценку, чтобы было видно и качественные, и количественные показатели. Но для оценки эффективности пока вот только такие. И вы знаете, вот это совещание, которое мы провели, в рамках которого состоялось решение о создании вот этой ассоциации общественных советов, всем было оценено очень положительно. Сначала, конечно, были высказывания о том, что, ну, что уж вы нас так вот в неэффективные записали, мы же так работаем, мы же столько там делаем. Мы объяснили свою позицию, нас коллеги услышали, и я очень надеюсь, что в следующем году ситуация изменится с точки зрения количественных показателей, а в течение двух-трех лет с точки зрения качественных. Потому что, должен сказать еще, в прошлом году произошло практически полное обновление общественных советов. Составов. Составов, да, в силу изменений в структуре правительства. И так как процедура не очень быстрая, ряд советов, количественные показатели не могли исполнить, ну, по объективным причинам, в силу того, что они находились в процессе формирования. Хотя и это можно было сделать при желании. Но мы с пониманием к этой ситуации отнеслись, во-первых. Во-вторых, мы понимаем, что теперь по состоянию на 2019 год большее, ну, подавляющее большинство общественных советов у нас сформировано. Свои требования к ним и предложения об организации их работы мы сформулировали. И более того, чтобы у них не было вопросов, что же нам обсуждать, как бывает иногда, мы, например, на пленарном заседании, на котором присутствовал председатель правительства региона Александр Анатольевич Чурин, я выступил с предложением о том, чтобы промежуточные результаты реализации национальных проектов, которые сейчас идут в регионе, как раз ежеквартально выносились на заседание общественного совета. То есть каждое министерство, ведомство, занимающиеся каким-то вопросом в сфере реализации национальных проектов, раз в три месяца собирает свой общественный совет и отсчитывается. И рассказывает о том, что сделано, что делается, что предполагается делать. А общественный совет, так как нацпроекты впервые, наверное, в нашем государстве на таком уровне постановки задач достаточно неплохо оцифрованы. Там есть конкретные показатели, которые необходимо выполнять. Общественный совет вполне может оценить соответствие тех показателей, которые надо достигнуть промежуточным, дать свои рекомендации, дать свою оценку, где-то скорректировать, а где-то, может быть, уже выносить на общественную палату, которая будет заниматься этим вопросом, с точки зрения того, что где-то у нас что-то не получается, надо обратить на это внимание. Мы сейчас еще немножко поговорим о том, каким образом общественные советы будут собирать общественное мнение, мнение жителей Кировской области с Андреем Осенко. Впереди полторы минуты перерыва, и мы вернемся. В студии Анна Лапшина, и у нас в гостях Андрей Юсенко, вице-президент Виатской торгово-промышленной палаты, член Общественной палаты России, Общественной палаты Кировской области. Мы говорим про общественные советы, эффективность которых пока признана. Оставляет желать лучшего. Да, оставляет желать лучшего. Совершенно верно. И Андрей Леонидович сказал, что один из важных таких моментов, на которые обращается внимание, это то, что Общественный совет должен собирать мнение кировчан, скажем так, о работе того или иного органа власти, и, соответственно, до него доносить это мнение. И вот сейчас вопрос возникает наверняка у наших слушателей тоже. Не очень понятно вообще всем, что такое Общественные советы и как они работают, но, может быть, станет понятнее в ближайшие годы. А как с ними связаться-то? Ну, во-первых, на сайте Общественной палаты есть перечень всех Общественных советов и их состав. Общественная палата Кировской области? Да, ОПКО43.ру, отдельный раздел Общественные советы, полный перечень и полные составы Общественных советов. То есть можно в каждом Общественном совете при органе власти посмотреть, кто состоит. Как потом этих людей искать? Ну, часть из них является членами Общественной палаты, часть из них является известными общественными деятелями. В любом случае через Общественную палату, через сайт, через телефон, через электронную почту... Любого можно найти? Члену Общественного совета или Общественному совету в целом можно задать свои вопросы, которые будут отработаны. То есть мы в этом смысле осуществляем не только оценку эффективности, но и некую координацию деятельности. То есть вот, пожалуйста, пользуйтесь. Да, Общественные советы, я бы так сказал, это некие, ну, может быть, не совсем правильно прозвучит, но некие филиалы, да, некие обособленные подразделения, если как с бизнесом говорить, или представительства. Потому что Общественная палата в целом должна этими вопросами заниматься. Но с точки зрения постоянства взаимодействия, с точки зрения, там, погружения в вопросы, сформированные с нашим участием Общественные советы, для нас это такие проводники нашей деятельности. Еще одна новость об Общественной палате, я бы так сказала, Кировской области и Минэкономразвития Кировской области было заключено соглашение о взаимодействии. И оно регулирует совместную работу, собственно, Минэкономразвития и общественников при проведении экспертизы законодательных актов. Почему, Андрей Леонидович, это важно? Ну, смотрите, это как раз вот история о том, как повлиять на ситуацию до того, как она начала влиять на тебя, да, есть такая процедура, называется оценка регулирующего воздействия. Она введена в Россию уже на федеральном уровне, по-моему, около 10 лет, на региональном уровне лет 5 или 6, наверное, да. Что это за процедура? Это когда органы власти разрабатывают тот или иной правовой акт, закон, постановление, приказ, что-то еще, которое потенциально может оказать влияние на социально-экономическое состояние, либо общество в целом, ну, то есть оказать влияние на условия жизнедеятельности или деятельности бизнеса, да, то по законодательству, по федеральному и по региональному такой нормативно-правовой акт должен пройти вот эту процедуру оценки регулирующего воздействия. То есть либо бизнес, либо общество, либо любой желающий может на соответствующем портале, где эти документы размещены в открытом доступе, оставить свой отзыв о том, считает ли он этот документ необходимым для принятия, или он видит в нем угрозу, там, или какие-то риски, или он оценивает, что для его бизнеса это, там, приведет к дополнительным затратам. И органы власти должны дать мотивированный ответ на это. В нашей практике, ну, в большинстве случаев эта ситуация ОРВ распространяется на экономические взаимоотношения, там, где можно дать примерную оценку. Принимается там новый закон о налоговой, налоговые ставки, бизнес дает свою оценку тому, насколько это повысит, собственно говоря, на него нагрузку и к чему приведет. В нашей практике такие примеры есть регулярно. Мы процедуру ОРВ регулярно проводим, причем как на федеральном, так и на региональном уровне направляем свои отзывы. Не могу сказать, что они всегда принимаются, там, и меняют текст законопроекта. То есть они такой рекомендательный характер носят, или вообще никак? Нет, они носят рекомендательный характер, и еще раз повторюсь, мы должны получить на него мотивированный ответ. Но кроме того, что есть возможность в рамках процедуры воздействовать, сам факт предварительного информирования о предстоящих изменениях позволяет предпринять и другие какие-либо шаги для воздействия на них. Не только формальный ответ в рамках процедуры, но и взаимодействие с органом власти, проведение специализированного совещания, по крайней мере, собрать мнение бизнеса об этом. Некие слушания провести. Слушания в каком-то формате, да. Или, как минимум, проинформировать бизнес о предстоящих изменениях. Потому что у нас до сих пор имеет место быть, когда нормативный правилок разрабатывается, принимается, и потом бизнес внезапно о нем узнает. И должен жить по новым правилам. Да, когда его приходится исполнять. Поэтому мы процедуре ОРВ придаем большое значение. Она действительно позволяет нам в профилактическом, так скажем, в предварительном режиме понимать предстоящие изменения и стараться на них реагировать. В данном случае речь идет о том, чтобы расширить эту практику и, кроме бизнес-объединений, подключить к этой работе и общественную палату, которая может в большем, мне кажется, более репрезентативном формате давать оценку тем или иным изменениям. Потому что если как торгово-промышленная палата мы оцениваем воздействие на бизнес-среду, то общественная палата будет в данном случае давать оценку о воздействии на социально-экономическую среду в целом. И на настроение в обществе. Да. И здесь Минэкономразвитие определен как координирующий эту работу органа, который, собственно говоря, стоит между органом власти, который написал законопроект или нормативно-правовый акт, и вот этой общественностью, которая делает. И Минэк здесь, по нашим оценкам, активно занимается продвижением вот этого механизма. И мы надеемся, что он тоже пока не является очень активно используемым, но, как и общественные советы, через некоторое время заработает. Там требуется некая корректировка с точки зрения, например, сроков, потому что иногда тяжело в недельный срок с учетом выходных или праздников, например, собрать мнение бизнеса, причем оцифрованное в каком-то виде, оформить его коллективное и направить. Поэтому у нас есть предложения по, скажем так, совершенствованию этой процедуры. Надеемся, они будут восприняты. Но мы считаем, что она действительно имеет такой серьезный... В какие сроки это может произойти? Вы говорите, предложения по совершенствованию, надеемся, будут приняты. На ближайшее заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства этот вопрос мы в повестку дня внесли. Когда ближайший? Ну, я надеюсь, что в втором квартале состоится. Андрей Юсенко в нашей студии. У нас минута остается, Андрей Леонидович, до конца программы. И у меня вам на выбор две темы. Это история с Александровским костелом, где после встречи губернатора Игоря Васильева и посла Ватикана Челестина Мильори есть какие-то позитивные подвижки, как мне кажется. И история с аэропортом, где появился новый директор. Анна, я честно скажу, я в аэропорту бываю чаще. Хорошо, давайте про аэропорт. Давайте про аэропорт. Ну, вот появление нового руководителя. Там был исполняющий обязанности. Теперь пришел Александр Фомин, и в социальных сетях задают вопросы, почему человек, который занимался деятельностью по производству гофрированного картона, бумажной и картонной тары, теперь будет руководить аэропортом. Почему был сделан такой выбор? Там вообще какая-то история такая с биографией непонятной. Там последние несколько лет непонятно, чем новый директор занимался. Честно скажу, не знакомился с биографией этого руководителя. Но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что должность руководителя Кировского аэропорта, она такая не очень привлекательная. Расстрельная должность. Да, то есть вся предыдущая история показывает, что, в общем, стать там успешным управленцем и заслужить овации... Жителей и начальства. ...пассажиров и руководства очень сложно. Поэтому я не думаю, что там большая очередь из конкурентов. Ничего не могу сказать конкретно по человеку. Могу сказать, что постепенно аэропорт меняется. Мы видим, что там повышается комфортность для пассажиров. Последний раз, когда я был, я обнаружил, что наконец-то на стоянку поставили шлагбаум. И, видимо, все-таки скоро сделают ее платной и охраняемой, то, о чем мы давным-давно там говорили. Я надеюсь, что не только платной, но и охраняемой. Особое внимание этому уделяю. Внутри аэропорт совершенствуется, техника новая появляется. Я бывал и в других региональных аэропортах, сопоставимых городов по размеру. Могу сказать, что наш в настоящий момент находится в достаточно неплохом состоянии. То есть не проигрывает, не выглядит совсем уж провинциальным и заброшенным. Нет, абсолютно, вполне. Я знаю, что иностранцы, которые прилетают, в общем, как бы не шокирует их ничего. Поэтому о конкретном назначении ничего сказать не могу. Надеюсь, что вот эта работа по повышению комфорта на нашей воздушной гавани будет продолжена. Ну и, конечно, очень хотелось бы новых маршрутов. Новых направлений. Андрей Усенко, благодарю вице-президента Вятской торгово-промышленной палаты и члена Общественной палаты России, Общественной палаты Кировской области. Спасибо большое. Программа на этом завершается. И так уже мы с перебором. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM